здравствуйте вы смотрите программу разговор по душам с вами традиционно в студии я елена бубнова и врач психотерапевт высшей категории алексей зотов алексей здравствуйте здравствуйте елена с места в карьер как у вас прошла эта неделя с какими историями приходит к вам люди есть ли тема о чем можем поговорить пока ждем звонков от наших телезрителей звоните у нас прямой эфир телефон в студии 202 11 22 но раз в карьер значит голос из карьера будет мой но неделя прошла в рабочем режиме люди потихоньку возвращаются с праздников к работе очевидно к каким-то бытовым ежедневным ежегодным делам ну и соответственно возвращаются те кто ходил в консультирование в психотерапию и так далее вот но в определенном я сама знаю нескольких человек кто в начале этого года уже сходила и записался на первичную консультацию к специалистам с приставкой псих можно так сказать мы с вами елена такие как сейчас говорят амбассадоры или голоса представляющие психологию психотерапию пожизненные амбассадоры ну не знаю как как получится да то есть и еженедельно пытаясь пытающиеся что-то говорить о психологии психотерапии ну естественно ограничены этими рамками хотя сами по себе эти рамки достаточно широкие вот настолько что иногда по это на ваш вопрос я отвечаю потому что мы с коллегами как-то общаемся в течение недели там какие-то отзывы отклики на передачу приходят вот и сегодня когда я ехал на эфир я думал о том что я каждый раз благо время находится думаю о чем мы могли бы говорить и еще думаю о чем мы уже поговорили это такая ну как как-то способность тоже профессионально сформированная немножко а иногда немножко возвращаться назад и обдумывать а что мы уже наговорили и что это такое было да это и вот иногда вот этот обратная связь звучит что мы ну как-то растекаемся немножко мыслью и вот эта обратная связь иногда сформулирована во вполне конкретных просьбах скажите конкретно что делать при там депрессии той же самой при тревоге в при нарциссическом расстройстве и так далее тогда что делать вот но наша звезда это что делать а дети не слушаются родители там родители не понимают детей ну иногда же наверное и дети взрослеющие приходят и говорят мои родители меня не понимают что делать что делать что делать это очень хороший вопрос я не так давно слушал одну лекцию по философии нашего уважаемого профессора александра юрьевича нестерова я тут периодически про про произношу фамилии но но лекция была понимание мне очень понравилось я для себя по крайней мере часть ответов вот на какие вопросы нашел вообще ответ на вопрос что делать на в техническом смысле если я способен что-то сделать то в техническом смысле я выступаю как человек знающий то есть если я способен в определенной ну технически процедурно действиями решить определенную задачу я ну как бы автоматически уже становлюсь знающим человеком да то есть если я знаю когда я к деятельности приступаю у меня уже есть ресурс которым я могу когда я деятельность совершил ну по факту когда совершил да когда я совершил и когда я успешен в этой деятельности но одно дело когда я не знаю какую-нибудь деталь делаю или сумку шью да или не знаю гвоздь забиваю то вы глядя на забитый гость можете про меня сказать как про знающего человека но если он хорошо забит вокруг нету никаких ямок я не промахивался от молотка в психотерапии на удивление другие процессы происходят то есть мы даже добившись в одной семье может быть или реализовав семья если реализовала какие-то определенные вещи у себя в маленькой системе мы не можем этот опыт взять и переместить другую семью в какой-то степени получается воспользуюсь вашим сравнением в одну семью мы в били гвозди там ямок не осталось вокруг то есть работа сделана как будто бы хорошо да а в другую мы вбивали и вроде бы все то же самое с тем же уровнем профессионализма специалист работал но там запустились какие-то другие процессы и итог оказался другой другой и вот сейчас я вам говорил и понял что понял какой переход мне его не хватало сегодня хотел сделать переход он появился мы можем опыт ну скажем так работы психотерапевтической психологической или опыт отношений внутри семьи между родителями и детьми перенести в другую семью только если мы понимаем как работает семья как система ну то есть если мы буквально вы пороли своих детей пороли но значит и мы будем пороть я сейчас не популярные вещи говорю ну да простят меня наши зрители да или может быть не простят а возмутятся сильно или вы ласкали своих детей и мы будем ласкать вы покупали развивающий конструктор и мы будем покупать то есть в этом смысле копирование как картинку прикладывают на окно и прикладывают чистый листочек бумаги и переводят но так семьей не получается вот на уровне системы на уровне понимания того какие процессы внутри сись внутри семьи происходят мы можем быть вполне успешны и тогда опыт одной семьи ему может быть ну распространен или может пригодиться ну например я приведу пример да он такой немного общий но тем не менее если мы представляем семью как систему то каждый член семьи это некий элемент и каждый элемент друг на друга влияет и если один элемент меняется ходит к специалисту то и другие тоже каким-то образом вынуждены будут измениться да и тогда мы можем говорить что если мы знаем в одной семье один пусть не вся семья кто-то один из членов семьи начинает ходить психотерапевту то все равно в семье будут происходить какие-то изменения мы можем сказать вообще если мы говорим о системах то тот критерий или тот пункт который вы сейчас озвучили что все элементы друг с другом связаны это один из пунктов нам бы хорошо ну а некоторых хотя бы знать ну например о том что семья это открытая система что значит открытая это значит что она проницаема как снаружи внутрь снаружи внутрь так и изнутри снаружи но что значит семью иногда приходят новые члены семьи ну например рождаются дети да так и уходят например кто-то умирает или случается развод или люди же дети вырастают вырастают уезжают и так далее да или вдруг что-то случилось жил площадью и скажем так семья сына или дочери съехалась семьей родителей они жили там втроем а теперь они живут в пятером или там в шестером ну например может быть даже не жил площадью родители постарели да и семья берет семья открытой системы еще семья открытой системе еще нам нужно знать что семья как система очень сильно сопротивляется изменениям потому что каждая семья с имеет определенную инерцию и она скорее будет волей или не ну это можно назвать консерватизмом это можно назвать способностью к сохранению баланса и в этом можно видеть как негативные стороны так и позитивные ну например семья за счет своего консерватизма или за счет своей вот этой сбалансированности устойчивости перераспределению каких-то напряжений она продолжает жить она продолжает функционировать она продолжает но развиваться может быть да вот семья еще один пункт наверное можно сказать что в семье постоянно вот это вот скажем так системность она состоит не только системный заключается не только в том что члены семьи являются отдельными элементами но между этими элементами постоянно существует коммуникация то есть постоянно существует какое-то взаимодействие вот здесь пример до перебью мне нравится когда детские психологи дают детям игрушки животных и говорят вот расставь покажи там да кто как вот здесь взаимодействует и глазами ребенка вот эта система очень хорошо видна для многих родителей которые становятся этому свидетелями для них становится удивительным что ребенок именно так воспринимает их семью я про связи да кто как где какие связи короче длиннее теснее но вообще елен я вот о чем подумал что если быть заинтересованными родителями то совсем не обязательно идти с ребенком к психологу чтобы психолог попросил расставить фигурки зверей на столе чтобы увидеть некое отражение семейных процессов которые происходят ну глазами ребенка потому что дети в большей степени родители в меньшей постоянно ну это зеркало или это свое понимание выдают на гора грубо говоря они это показывают в песочнице с другими детьми но если родители не только заняты тем чтобы обсуждать какие-то высокие родительские материи но и смотрят как играют их дети они очень много узнают про свою собственную семью потому что дети разыгрывают в определенном смысле семейные ситуации встраиваются в отношении с другими детьми определенным образом ну знакомым для них образом да что-то лепят из песка если это дети старше трех лет они играют дома даже с игрушками не играют дома они что-то рисуют то есть дети отличаются ну сейчас подумал отличаются тем что они продукцию создают но взрослые тоже свою продукцию создают они иногда не всегда они чаще для мира взрослых создают эту продукцию но это тоже да определенная определенную информацию может нести посмотреть и можно много выводов сделать но в этом смысле конечно ребенок вот слепок или это не слепок даже определенную картину и определенный может быть фильм мини фильм такой о своей семье показывает но постоянно он его прокручивает с какими-то важными моментами и так далее вернемся да вы помните в какой момент я вас перебила что уходить я хотел пример привести может быть для тех зрителей которые ради примеров смотрят что тоже важно потому что пример можно примерить на себя и посмотреть жмёт меня семья открытая или закрытая система вот приходит 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 например не один раз родители я уже как-то об этом говорил еще наверное буду говорить наверное ровно столько буду говорить сколько родители будут приходить приходит родители мама к примеру и рассказывает о своем уже достаточно взрослом ребенке ну допустим ему 25 лет допустим это дочь вот и она рассказывает о том что дочь естественно она переживает за дочь а дочь ну как сейчас сказали бы социально не очень адаптирована ну например у нее или нет семьи или семья прожила буквально там год-два и разрушилась развод может быть у дочери нет работы или она скачет с работы на работу или она никак не может устроиться у дочери нет своего собственного жилья не выходит на улицу ну я собирательного в одну кучу но в общем это всегда история где которая заканчивается вопросом скажите что мне делать то есть это вот такой ключевой как мне помочь я понимаю что с моей дочерью ну или сыном что-то не так я говорю или мы там с мужем или родственники мы говорим что тебе нужно сходить там психологу психотерапевту он или она естественно не идет или может быть сходили и говорят что ну ну а чё я сходил меня там что-то поспрашивали вот и формально этот взрослый ребенок ну поскольку мама пришла называю ребенок этот взрослый признают проблематику но к специалистам не идет очевидно не очень не всегда видя эту проблему классика жанра я добавлюсь позволю себе ремарку наверняка в родители или не важно даже родители обеспокоенные родственники которые приходят ну прося за кого-то говорят что они вот тут все что вы доктор скажете мы все сделаем говорят ну говорят обычно их заставляет такую фразу говорить естественно беспокойство естественно уже некий пройденный репертуар других каких-то действий да мы угрожали мы пробовали это все финансировать все это как вода в песок мы пробовали водили за руку устраивали на работу но не будешь же в конце концов работать за ребенку кто-то даже работает да вот я за него там делала или за нее большинство функций но все равно в конце концов подменить это нельзя да и к чему я веду к тому к иллюстрации вот этой самой системной семейной идеи и иногда мы одну встречу или две с родителями разбираем а как вообще выстроена ну жизнь в этой семье что с папой почему он не приехал как он относится к тому что мама приехала иногда папы нету что там с другими братьями сестрами и так далее большая большой разговор вот что попробовали уже кто-то там медикаменты уже пьет кому-то из этих взрослых молодых взрослых как я иногда называю выставлен какой-то диагноз они пьют какие-то таблетки медикаменты но понятно что медикаменты работу не найдут и семью не создадут и регулярно мы приходим к такому вопросу о том что ну да проблема существует и существует проблема в том числе чтобы как-то повлиять на вот своего ребенка родителю и как я говорю иногда через некоторое время иногда достаточно сразу но это зависит от контекста я говорю ну я могу предложить вам вариант который сработает потому что опыт такой тоже есть если вы начнете если вы начнете ходить на психотерапию и вот это готовности которые вы сказали она в большинстве случаев оказывается не такой уж и готовностью то есть готовые вот ну я пусть буду этой мамой да я готова сделать все но не все нет доктор я же вот пришла к вам по поводу своей дочери вот вы может быть ей лучше займетесь я думаю что не думаю я бы сказал так что дальше развивается такое не некое время торгов я бы так сказал да а зачем мне надо приходить когда проблема у моего ребенка ну хорошо допустим хотя бы потому что вы до сих пор единственная важная или одна из двух например если есть родители важные фигуры для своего ребенка так он же меня не слушает или она меня не слушает не ну как не слушать все ресурсы которые у вас есть вы его кормите но он сам не работает вы даете кровь вы там если надо вводите куда-то на работу да если что-то нужно выпку ну то есть это на полном обеспечении находится ребенок взрослый то есть очевидно что тот ресурс которым вы участвуете в ребенке он исходит из вас и то что ребенок говорит что ты для меня никто но иногда так бывает я тебя не уважаю и так далее но это все слова и иногда родители на это покупаются но когда мы об этом говорим они видят да действительно я этим ресурсом распоряжаюсь это важный для моего ребенка ресурс да это такая мощная подпитка и это доказывает что родитель является одной из ключевых ну ключевой в данном случае фигурой вот я как мама пришла до продолжила вот эту ролевую игру какую поиграем да да поиграем ну у меня все хорошо зачем мне ходить на психотерапию у меня есть работа у меня вот есть семья пусть вот дочь такая но у меня есть друзья увлечения какие-то и еще одним разговором или вариантом разговора оказывается тот что в этот момент вы говорите ровно так же или та мама которая пришла говорит ровно так же как говорит ее дочь например на так же говорит что вы ко мне пристали у меня нет проблем у меня есть друзья какие-то у меня есть какие-то увлечения но я же не просто сижу да ну да хорошо я там в интернете да пусть в интернете или пусть я пусть я не сразу зарабатываю но я буду зарабатывать через пять лет вот вы меня отдали в я не знаю экономическую академию я хочу быть художником в общем у меня к вам большущая обида вы свою родительскую функцию неправильно выполнили теперь я буду искать родители говорят ну окей хочешь быть художником иди на курсы на готовы оплатить но нет вот там ну ну возвращаясь в этот в этой части разговора то что вы озвучили это я еще раз эту мысль повторю это ровно слепок из фраз которые говорит ребенок и родитель который это озвучивает который пришел с одной стороны сделать все а с другой стороны он не хочет не понимает иногда не понимает и моя там задача как я ее вижу аргументировать да почему и иногда это аргументация оказывается достаточный и родитель приходит или там два родителя приходит в психотерапию в консультирование ну потому что проблема у них да у ребенка нет проблемы у них есть проблема с ним а иногда я вот эту мысль сейчас закончу а иногда у нас получается тот самый тени толкай ну хорошо но у меня нет времени или а мне ездить далеко или вообще по большому счету ну хорошо я к вам буду ходить но только бы моему ребенку было хорошо да то есть это опять не ну не мне нужно это нужно кому-то ребенок тоже как будто говорит ну хорошо черт с вами и вы меня допекли я пойду к психиатру или психотерапевту но но это не мне нужно чтобы вы успокоились да то есть в этот момент у нас иногда с родителем это это все про систему до идеи семейной системы как мы в этом фрагменте взаимодействия видим как живет эта семья специалиста тоже в эту систему встраивают естественно втягивают не знаю тянут естественно естественно и специалист у него горячий стул в этот момент кто он третийский судья рассудите кто прав кто кто угодно виноват не знаю тот недостающий мужчина отец или или может быть специалист становится матерью для всех то есть ну еще более значимой фигурой кто угодно иногда эта фигура который с которой поговорят придут домой скажет ну понятно он нам тоже не поможет или или но понять я объединяется против конечно да да конечно вот и в этом плане эта система работает как и должна работать она с одной стороны запрашивает помощь с другой стороны она сопротивляется помощи и и вменять ей это в вину говорить да вы не хотите но это плохой ход проигрышный ход потому что семья всегда будет сопротивляться ну отдельные люди всегда сопротивляют сопротивление здесь не очень мне нравится слово но пришло из глубины веков психотерапевтических я скажу так да ну допустим в основном наверное за психоаналитиками мы числим я числю это слово сопротивление да она очень активно там используется но это можно назвать не столько сопротивлением сколько вот этой системой сдерживание системой сколько функцией защитный такой да потому что да потому что психотерапевт это чужак и отстаивание границ семейных каких-то отстаивание границ и так далее и так далее да нужно еще с ним провести какое-то время чтобы посмотреть можно ему доверять или нельзя доверять если мы говорим о семье то из подвале члены семьи иногда пытаются психотерапевта или психолога семейного да на свою сторону сдвинуть это вызов перед семейным таким специалистом потому что у нее он сам из своей собственной семьи и у него своя семья начинает шуметь там шуметь в смысле да очень многое зависит от того есть ли у самого специалиста семья есть ли у него дети женат ли он недавно или может быть он накануне развода там масса всяких вещей да и у него какие-то элементы начинают и хорошо когда он с этими элементами ну ходит на супервизию где-то есть ему по этому поводу вы сказали что семья это открытая система и семья может даже и не знать где ну они специалиста втянули в свою какую-то семейную модель но там какой-то сложный случай специалиста может историю этой семьи вынести на интервизию на супервизию или там не знаю на балентовскую группу на любую групповую форму работы с другими специалистами психологами психотерапевтами и тогда вот в этой семье ну где-то там не знаю в коллективном бессознательном оказывается очень много участников задействовано именно так да и иногда большое количество людей на протяжении определенного времени да коллеги заочные естественно не зная порой не имен не порой а там в ста процентах случаях практически не зная того и другое если это не клинический разбор так называемый да куда согласие или как согласие берется у семьи семья приглашается или если это не какая-то учебная программа куда тоже приглашается семья ну там свои есть значит правила вот но в этом смысле если вернуться к идее системы или если вернуться к идее вот такого постоянного взаимодействия между членами семьи то мы можем говорить вот о том что вы сказали в первую очередь что мы видим изменения внутри семьи когда один из участников всерьез начинает ну быть в психотерапии ну я конечно фантазирую гипотезу может быть выскажу если например дочь ну такая гипотетическая про которую мы сегодня говорили видит что мама начала ходить к психотерапевту и по сути ну решать свои какие-то проблемы тогда возможно и дочери как пример значимые фигуры мамы будет легче самой дочери признать что у нее тоже есть какие-то проблемы я спрашиваю женщину вы решили все-таки ответить на мое предложение согласием и пришли на психотерапию что сказала ваша дочь я вижу улыбку она сказала тебе давно пора ты сама больная вот дочь отреагировала да и это реальная история реальная история да и частенько такое бывает вот но то что родитель в этом смысле может быть примером это да это же ведь еще пример определенного бесстрашия шагнуть в психотерапию то шагнуть в неизвестное не знаешь там с какими своими темными силами столкнешься я бы елен сегодня на первое место поставил то что это пример серьезных намерений то есть если я всерьез намерен и я начал этим заниматься это оказывается существенно для близких я бы вот так сказал поэтому это бывает заразно а иногда оказывается через некоторое время что это пришедшая мама или папа говорят слушайте что то так все поменялось вроде может ребенок вырос может быть как то вроде бы и не надо уже моему ребенку идти что то он там нашел себе партнера какого то мужа жену вот у них там все хорошо как то незаметно удивительным образом все улучшается ну и хорошо спасибо алексей за сегодняшнюю беседу мы так с вами про семейную систему поговорили спасибо вам за вопрос мне кажется мы не растекались сегодня а были конкретными спасибо уважаемые телезрители что были с нами всего вам доброго всего доброго до свидания берегите себя до свидания до свидания